Сегодня мы с вами вместе заглянем внутрь этого огромнейшего шестиугольника. Недавно была пиар-рассылка от NYX, они мне прислали их новинки косметики, и там, конечно, очень много всего. Что-то мне понравилось, что-то не очень. В любом случае, NYX огромный палец вверх за то, что они не скупятся, и присылают реально много косметики. Таким образом, можно сложить впечатление целой линейки, допустим, там помад, посмотреть на разные оттенки, отличаются ли по качеству помады в зависимости от оттенка. То есть, в принципе, можно сложить такое полноценное мнение. И это будут не первые впечатления. Я уже несколько недель тестировала эту косметику, и у меня сложилось четкое представление о тех или иных выпусках. Поэтому, если вам интересно, то, конечно же, продолжайте смотреть. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на кнопку подписаться под видео. И также рядом нажимайте сразу колокольчик, тогда YouTube сразу вас будет предупреждать, как только выйдет мое новое видео. Соответственно, вы ни одно из моих видео не пропустите. Поэтому обязательно это сделайте, и давайте смотреть, что же там внутри. Насколько я понимаю, их главный недавний релиз – это помады. Они вышли в двух новых формулах. У меня здесь по 7 оттенков в каждой из этих формул. И все абсолютно помады, которые вы здесь видите, я сводчила на губах. То есть, вы сможете посмотреть, как они выглядят. И вообще, вот если отвлечься немножко, вы знаете, я не знаю, меня это одну раздражает или нет, когда блогеру присылают огромную растяжку оттенков, а он такой, ну, мы сегодня протестируем вот эту помаду, потому что она мне больше всего нравится, а все остальное я это вот куда-нибудь там отдам на благотворительность или разыграю где-то в конкурсе. Мне кажется, это наоборот огромный бонус, когда у блогера есть широкая растяжка оттенков, и он может все продемонстрировать, то есть хотя бы даже сводчи сделать. И вот я, например, на эти сводчи очень сильно полагаюсь, особенно когда косметику можно заказать только через интернет, то каким образом еще выбрать, если не по сводчам в интернете. Поэтому мои губы, конечно, очень сильно страдали в этот день, когда я делала сводчи на все эти оттенки, но тем не менее я это сделала, поэтому буду ждать от вас отдельный палец вверх за это. Ладно, давайте теперь ближе к теме. Больше всего меня заинтересовала вот эта серия помад. Эта серия называется Sleep Tease Lip Lacquer. Они называют это лак для губ. И в принципе вот это очень хорошая характеристика этих помад. Это как будто очень сильно пигментированный блеск для губ. Ложится действительно очень насыщенно, то есть абсолютно не бляшиво. И давайте во время того, как я буду рассказывать о характеристиках, я вам покажу сводчи абсолютно всех помад. Пигментация у них отличная. Вот нет ни одного оттенка, ни суперсветлого, ни супертемного, там где пигментация бы немножко как-то грешила, или полосила, или что-то было не то. Вот такая формула помад сейчас крайне популярна, потому что матовые помады, я смотрю, сейчас отходят на второй план, особенно жидкие матовые помады. Они никуда не исчезнут, я уже об этом несколько раз говорила. То есть матовая помада скорее становится уже классикой. А вот такие вот лаковые губы, это сейчас очень актуально, очень модно. И более того, для меня это огромная радость, потому что это очень комфортно. Плюс с помощью такой формулы можно лучше скорректировать форму губ. То есть если вам хочется сделать губы немножко больше, или как-то скорректировать саму форму губ, то вот такая лаковая помада очень прощает какие-то небольшие огрешности. То есть если вы где-то чуть-чуть ошиблись, или где-то кривовато чуть-чуть нанесли помаду, все равно она выглядит очень круто, очень достойно, и сразу глаз не цепляется к каким-то отдельным недостаткам. Мне в этой линейке из всех семи оттенков нравятся абсолютно все. Единственное замечание у меня к оттенку самому темному, это Karma Succia. И каждый раз, когда я произношу название этого оттенка, кажется, что я матерюсь. И когда кто-то слышит, как я произношу этот оттенок, меня спрашивают, какая-какая карма. Ну, в общем-то, этот оттенок, чем он немножко капризный? Во-первых, он очень сильно въедается в губы, и если вы поносите эту помаду пару часов, то потом у вас даже до следующего дня будет вот такой ярко-розовый пигмент в губах. И вот только с этим оттенком у меня была проблема в том, что помада немножко переносилась на зубы. И для меня это было таким сюрпризом, потому что я до этого носила все остальные 6 оттенков, которые у меня есть, и такой проблемы вообще не возникало. Лично я просто влюбилась в эту формулу помад, потому что она действительно очень комфортная, и на удивление достаточно стойкая, я бы сказала. Из-за того, что это такой как густой гель, она очень хорошо цепляется к губам, и не так уж просто ее прям совсем уничтожить с губ, то есть она очень даже прилично держится. Последнее, что хочу отметить по поводу этих помад, это аппликатор. Аппликатор здесь немножко нестандартный, я бы так сказала, и он идеально подойдет для тех, наверное, у кого пухлые губы, потому что я пользуюсь только наконечником, и вот этим наконечником я вот так вот прокрашиваю себе все губы, но в то же время основная помада собирается как раз-таки по центру этого аппликатора. Мне кажется, что если бы они сделали такую стандартную лопатку или заостренную лопатку, это было бы идеально для этой формулы. Мне кажется, что иногда брендам кажется, что им нужно нас чем-то удивлять, хотя есть моменты, которые, знаете, лучше бы не трогались. Но, тем не менее, каких-то особых прям проблем у меня в нанесении не возникало, и я думаю, что когда я показывала вам свотч, вы это прекрасно могли видеть. Следующая формула помады это Suede Matte Lipstick, это матовая помада, вернее, как они ее называют, пудрово-матовая помада. И это, кстати, очень хорошее описание этой формулы. Вот действительно такое впечатление, что ты накрасил губы обычной помадой, такой вот как бы кремовой, а потом слегка припудрил губы. Тоже очень комфортная формула, идеально носится на губах, очень пигментированная, наносится любой оттенок из тех, которые у меня есть, любой оттенок наносится просто вот так, чик-чик, и все, как бы она при этом очень насыщенно лежит, и не надо ничего с ней придумывать или как-то там очень долго ее наслаивать. Она, опять-таки, достаточно стойкая, но в то же время не настолько стойкая, как жидкая матовая помада. Очевидно, что есть формула жидких матовых помад, которые настолько железобетонно держатся на губах, что с ними, ну, как бы очень трудно тягаться, поэтому этого даже не стоит делать вот с такой вот формулой. Тем не менее, она гораздо, гораздо более комфортная на губах. Единственный момент, который я заметила, если я крашу губы вот такой вот помадой, и потом сажусь, к примеру, снимать видео, где я много разговариваю, она может скатываться с внутренней стороны губ, но если это обычный повседневный день, то такой проблемы я, наоборот, не замечаю. Яркие оттенки, как, например, оттенок Cleaner, тоже могут въедаться в губы. Например, вот этот, это очень-очень яркая помада, действительно такая насыщенная, неоновая даже, я бы сказала. Если ее поносить даже полчаса на губах, потом остается такой очень ярко выраженный, такой ярко-ярко-малиновый, наверное, цвет губ. Если вас это раздражает или вы это не любите, то имейте в виду. Помада тоже представлена в 24 оттенках, тоже абсолютно разные есть оттенки. Я думаю, что бы вам не понадобилось, вполне возможно, что вы в этой или в какой-то другой линейке NYX найдете. Но это, кстати, еще не все. Если вы подумали, что это все, нет, там еще на дне достаточно много всего. И это также все новинки, с чего бы начать вам рассказывать. Давайте, наверное, начну с того, что я сверху вижу. У них достаточно давно уже появилась тушь, которая называется Worthy Hype. И сейчас они добавили три новых оттенка. Два из них такие креативные и более сумасшедшие. Это фиолетовый и голубой оттенок. Естественно, такая тушь это не для повседневной носки. Но вот я, например, голубую тушь использовала на нижних ресницах, когда делала холодный макияж. Он был на мне в видео о Гош. И многим, кстати, этот макияж понравился. Многие сказали, вау, прям запало в душу. Вот именно для каких-то таких креативных моментов эти туши и приходят на выручку. И мы все знаем, что NYX это как раз-таки та компания, которая очень сильно поддерживает креатив. Они каждый год даже проводят NYX Face Awards. Там, где ты можешь выплеснуть свой креатив просто по максимуму. И поэтому, соответственно, они производят не только такие скучные какие-то ходовые оттенки. И более такой вот, скажем так, подходящий, наверное, как раз-таки для тех, кто любит нежный какой-то нейтральный макияж, это тушь темно-коричневого оттенка. Она вообще называется Brownish Black. То есть это такой коричневато-черный оттенок. И она, в принципе, достаточно насыщенно наносится. То есть это не светло-коричневый оттенок. Это тушь, которая почти черная. Но вот все равно ты видишь, что она не серая, а вот именно ближе к коричневому оттенку. На мой взгляд, очень удачно, особенно для какой-то мягкой внешности. Когда светлая кожа, светлые глаза, светлые волосы и вообще, в принципе, такая вот как бы нежная внешность, насыщенный макияж зачастую такую внешность портят. Теперь давайте поговорим о том, что мне не понравилось. И это, к сожалению, вот такие вот жидкие глиттерные тени, которые называются Glitter Goals Liquid Eyeshadow. У меня четыре оттенка здесь. И мне не понравился не то, чтобы какой-то оттенок. Вот оттенки все как раз очень удачные. Но мне не понравилась формула этих глиттеров, потому что я ожидала увидеть что-то по типу как стила глиттеры. Но в то же время с этими глиттерами очень тяжело работать, потому что сами по себе они недостаточно яркие. То есть они имеют в себе прозрачную базу или такую, скажем так, полупрозрачную базу и большое количество вот этого глиттера, собственно. Поэтому сами по себе навеки они выглядят не ярко. То есть недостаточно ярко, как мне бы, например, понравилось. Поэтому я думала, что я буду использовать их поверх теней. Но проблема в чем с этим продуктом? Эти тени почему-то разъедают то, что нанесено до этого навека. Вот если я, например, вот сейчас решу добавить сюда блестки, вот так вот просто пройдусь несколько раз, у меня образуются такие как проплешины навеки. Единственный подход, который я нашла к этим теням, это сначала переносить их на руку, потом вот так вот слегка растушевывать прям по руке, и вот этот тонкий слой, который остается на пальце, вот так вот слегка припечатывать к веку. Тогда блестки эти переносятся, и ничего не разрушается снизу. А вот их подводка Epic Ink Liner, это была любовь просто с первого взгляда. Я как только ее увидела, я сразу сделала на нее большую ставку, потому что я обожаю вот такие вот жидкие подводки с таким вот аппликатором. Это не фетровый аппликатор, это именно ворсовый аппликатор. И сама по себе подводка это не новинка, то есть у них уже достаточно давно есть такая подводка в черном цвете, а новинкой является вот этот цвет, это темно-коричневый оттенок. Точно так же, как и с вот этой тушью, это очень удачный оттенок коричневого, то есть это такой насыщенный темно-темно-коричневый оттенок. Очень классно подходит для любых теплых макияжей, потому что если вы делаете макияж такой тепло-коричневый, то вроде как черная подводка может быть и слишком жестко выглядит, а вот такая темно-коричневая как раз вписывается идеально просто. Что касается этого аппликатора, то здесь у меня слов хвальбы, наверное, не хватит, потому что я считаю вот такой формат идеальным. Эта подводка никогда не пересыхает, она всегда рисует очень четко от таких линий, которые вот просто волосковые, скажем так, линии, до достаточно жирных. И последнее, что я вам хочу сегодня показать, это будут вот такие вот кремовые тени. Линейка называется Foil Play Cream Eyeshadow. И как только я ими немного попользовалась, мне в голову пришли сразу две вещи. Во-первых, это то, что формула может меняться в зависимости от оттенка, то есть какие-то оттенки прям вот шикарные, а какие-то не очень. И вот из не очень мне попался оттенок вот этот серебряный, который называется Woman of Steel. И он какой-то плешивый что ли, то есть он наносится какими-то хлопьями, и вот этими хлопьями потом и переносится. То есть нанести его равномерно на веко достаточно проблематично. И особенно это бросается в глаза, когда есть еще два других оттенка, которые просто идеально наносятся и идеально смотрятся, и тоже очень долго держатся, вообще с ними никаких проблем. Первый оттенок, который у меня Black Night. Я сегодня использовала эти кремовые тени как подложку под вот этот серый оттенок. И второй момент, который сразу же посетил мою голову, это то, что мне вот эти тени от NYX очень сильно напомнили аналогичные тени от Makeup Revolution. Они даже выглядят практически идентично, да, то есть упаковка у них полностью одинаковая. Тем не менее, у них разные оттенки. Makeup Revolution стоит немного дешевле. Я не могу сказать, что прям, знаете, это супер бюджетный аналог по сравнению с вот этим. Но тем не менее, они стоят немножко дешевле. Поэтому если в Makeup Revolution вы можете найти оттенок, который вам очень сильно нравится, то, конечно, покупайте Makeup Revolution. Если же вам в душу запал какой-то оттенок в NYX, то вы аналога здесь, скорее всего, не найдете, потому что линейка у них разная. На этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте мне палец вверх. Напишите мне, что вас больше всего заинтересовало в этой коллекции, что вам прям не терпится потестировать в магазине, возможно, купить. А может быть, чем-то вы уже пользуетесь. Поэтому обязательно тоже напишите свои отзывы на эту косметику. Я думаю, что остальным зрителям это тоже будет интересно почитать. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на вот эту круглую иконку вот здесь вот. И также можете посмотреть одно из двух или, может быть, оба видео, которые вам сейчас предлагает YouTube. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.